Привет всем красивым людям! В ближайшие 20 минут только позитивные репортажи от команды Beauty Time TV. Мы начинаем! Сегодня модную вечеринку сложно себе представить без мастер-класса, презентации и неформального общения. Один из примеров тому и вечеринка, которая проходила недавно в бутик-ателье Светланы Бромберг. В числе приглашенных оказалась и съемочная группа Beauty Time. Эта вечеринка не совсем обычная. Теплая дружеская атмосфера здесь соседствует с высоким градусом торжественности, элегантности и стиля. Мы сегодня пригласили всех наших друзей в наше новое творческое пространство. Мы не так давно сюда переехали. Нам самим очень нравится здесь находиться, потому что все очень красиво. Нам помогали обжиться здесь и навести эту красоту мои любимые дизайнеры Элла Богуш и Настя Копырина. Как и принято в высокой моде, большинство гостей пришли в нарядах от бутик-ателье Светланы Бромберг. Я всегда с образования бутика Светланы, еще даже по другому адресу, за ней следила. И узнавала о ней от других людей. Потом, ну, как-то вот так сложилось, что я решила все-таки к ней заехать. Нашла ее в Инстаграм. И сегодня я здесь отшиваюсь у девочек. Планы у нас большие. Мне с ними очень комфортно. Со Светланой дружим мы очень давно, еще с прежнего места ее работы. Я выбираю Светлану, потому что у нее замечательное качество, европейское качество. Шитья одежды, у нее прекрасные ткани. Качество ткани замечательное, натуральные ткани. В программе вечера, помимо приятного общения, выступления друзей и партнеров, которые с удовольствием рассказали о праздничном декоре пространства, создании изысканных десертов для приверженцев здорового питания, о современной женственности, а также авторских украшениях. Процесс создания украшений из стекла, потому что для меня это настоящая магия и тайна, потому что сколько лет я уже не занимаюсь, но я каждый день что-то для себя открываю, новые эксперименты, новые пробы. Главная тенденция моды наших дней – это индивидуальность. Гости этого вечера не только знают о том, но и придерживаются тренда в составлении собственного гардероба. Замечательный человек с таким чутким, тонким вкусом, наверное, прочувствующим каждого человека, что ему нужно. Но Светлана настолько предрасположит к себе, она настолько поможет все подобрать, все четко, тонко, что это будет дальше радовать не только глаз, но и душу. Ну, я познакомилась, я увидела первый раз вообще в инстаграме, ну, про ее бутик и ознакомилась с ассортиментом, который представлен в ее бутике. И мне это стало, ну, интересно, достаточно интересно. За ходом вечеринки в сетях следил весь мир. Ну, а на память у присутствующих остались приятные воспоминания и новые модные идеи, которые обязательно будут воплощены в бутик-ателье Светланы Бромберг. Это Бьюти Тайм, программа о том, что делает жизнь красивой, а внешность ухоженной. Продолжаем выпуск. Летний макияж – это особый жанр мейкап-направления. Долгое время летом на отдыхе вообще считалось неуместным пользоваться косметикой. В наши дни выглядеть хорошо важно всегда. Главное не забывать при этом о необходимости соответствовать ситуации. Об особенностях летнего макияжа рассказывает визажист Регина Юланова. Я буду использовать светоотражающую базу для того, чтобы не перегрузить кожу тональными средствами. В дальнейшем буду использовать консилер. Это более плотное тональное средство, которое обладает более увлажняющими свойствами, чем, например, корректор. И он используется в зону под глаза. Вообще на уроках макияжа для себя часто разбираем косметички. И очень много девушек имеют в своих косметичках такие продукты, которые, так скажем, не являются базовыми. Это так же, как в гардеробе, когда у девушки имеется несколько вечерних платьев, но нет каких-то базовых вариантов. Под вечерними платьями я имею в виду какие-то варианты с вечерних таких оттенков тени. Нет, допустим, элементарных средств для бровей или для контурирования лица, которые просто необходимы. В летнем варианте для бровей я бы использовала либо прозрачный гель, либо немножко с тонирующим эффектом, но не слишком плотной текстуры. Сначала я с помощью щеточки приподниму такими. Очень важно соблюдать такое правило движения кисти для того, чтобы приподнять волоски и добавить бровям столь желанный объем. Буду использовать такое очень интересное средство. Это жидкие румяна. Их еще можно использовать как блеск для губ. Нанести и очень-очень-очень быстро сразу это растушевать. Так как эти текстуры очень быстро впитываются в кожу, можно создать некрасивые пятна. Можно растушевать прям пальцем. Нам не нужны четкие границы. Это создаст впечатление объема. Также эти румяна можно нанести и на веки. Прямо на серединку. Это добавит свежести нашему макияжу. Далее мне понадобится сухой бронзер и пушистая кисть. Бронзер это такое средство, придающее лицу эффект загара. Очень важно нанести его равномерно и не наполосить. Я вбиваю продукт в кисть и немножко стряхиваю, для того, чтобы слетели крупные частицы. И нам удалось нанести бронзер очень мягко. Я наношу на зону скул. Очень легко. Это не контурирующее средство. Бронзер нужен для того, чтобы придать лицу легкий оттенок загара и освежить. Современный макияж не обходится без такого средства, как хайлайтер. Это пудра с ярко выраженными светоотражающими свойствами. Я наношу хайлайтер на зону над скулами. На зону под бровь. Очень важно не на всю зону под бровь, а только под косточку. В этой части, где бровь спускается. На внутренний уголок глаза. Также можно поставить блик на верхнем веке, прям над зрачком. Также галочка над губой. И еще мне нравится легкий блик в середину подбородка. Сейчас на полках современных косметических супермаркетов нередко можно встретить такое средство, как фиксатор макияжа. Его можно использовать в конце макияжа. И также можно использовать даже как базу. Итак, наш летний макияж готов. У нас сияющая кожа, красивые объемные пушистые брови, легкий румянец, нежный оттенок загара и чувственные губы. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска на Кирово 159. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Мы продолжаем серию сюжетов, посвященных здоровому образу жизни и правильному питанию. Как выбирать качественные продукты, с чем их сочетать и в какое время правильно употреблять, об этом и многом другом рассказывают наши эксперты. Уровень жизни успешного человека всегда определялся таким критерием, как питание. В наши дни, когда продукты представлены во всем изобилии, на первый план выходят вопросы качества. Доверяют сегодня так называемым фермерским продуктам или крупным производителям, которые могут позволить себе инновационные технологии, обеспечивающие лучшие свойства выпускаемой продукции. Популярная во всем мире паста, или по-нашему макароны, как известно, родом из Италии. Именно там знают все о приготовлении различных видов пасты, как в домашних условиях, так и в промышленных объемах. Технолог из Италии Джузеппе Руссо пять лет назад запускал на МАКФе это оборудование. Сегодня он проверяет, насколько точно все работает спустя годы. Сейчас моя задача – дать как можно больше знаний, помочь улучшить качество производства. У нас такое – обычная практика. Каждый год проводятся новые исследования и появляются новые знания, как обращаться с оборудованием. А мы этим знаниям делимся с операторами, которые работают на линии, чтобы они были подготовлены идеально. Встреча с сеньором Руссо в производственном цехе предшествовала теория с участием еще одного специалиста из Италии – Амара Дьяци. В тот раз за партами оказались технологи, наладчики, операторы, инженеры и электромеханики. И, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Сейчас намного легче стало разбираться в этом, потому что в июне у нас была теория. Приезжал итальянский специалист и нас всему обучил. На самом деле очень большая компания. Из того, что я видел, все очень хорошо организовано. Весь персонал очень активный, профессионально работает. На самом деле легко увидеть вещи, которые надо бы улучшить. Здесь я практически не увидел недостатка. Сегодня итальянский технолог осмотрел линию, оценил ее состояние, проверил все регулировки. И сейчас, буквально полчаса назад, мы запустили линию. Сейчас он будет смотреть, как она ведет себя в работе. Здесь квалифицированный персонал. Все работает хорошо, но нужно следить за состоянием линии, следить за важными узлами линии, которые я указал. Правильно выставлять температуру на различных этапах сушки. Представители МАКФИ всегда выезжали на стажировки за рубеж. Но то были отдельные сотрудники. А на этот раз повысить свою квалификацию смогли все желающие. И даже на крупном производстве мелочей не бывает. Над качеством здесь работают всей командой. Одни создают, другие исследуют. Только так можно добиться признания покупателей. Тех, ради кого все это существует. Вы смотрите Бьюти Тайм. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Летние платья такие же разные, как летние дни. Бывают будни, выходные, важные события и просто отпуск. И для каждого из этих случаев особые требования к фасону и цвету. Трикотаж особенно яркий явный намек на расслабленность и неформальную ситуацию. Гораздо более сдержанной и даже строгой выглядит полоска с нейтральным или морским характером. Цветы в пастельных оттенках – это, как правило, признак романтики. Летние платья для особого случая – такая же особая тема. Гостям свадеб и юбилеев лучше отложить бархат и стразы как минимум до первых заморозков. Пусть на смену им приходят легкие ткани светлых тонов. Другими словами, оценивать летние платья необходимо в двух плоскостях – с точки зрения дизайна, а также ситуации, в которой их предстоит носить. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушке на 65 и Соне Кривой 30. Летний день одной цены в тессуре. Жаркие цены на часть коллекции ткани. Чтобы привести себя в порядок к пляжному сезону, раньше необходимо было заранее садиться на диету. Сегодня к этому вопросу все чаще подключают массажистов и косметологов. Одной из эффективных методик коррекции фигуры представляют наши эксперты. Современные стандарты пляжной моды выдвигают очень высокие требования к фигуре. Мало быть просто стройным, важно еще, чтобы кожа была подтянутой и упругой. Помогает всего этого добиться вакуумно-роликовый массаж. Вакуумно-роликовый массаж – это процедура, направленная на коррекцию тела. То есть цель курса – улучшение контуров тела, уменьшение целлюлита, проявление целлюлита и улучшение обмен метаболизмом. Ролики работают по схеме схватывания подкожно-жировой клетки, то есть он ее разбивает. Тем самым уходит объем и улучшается тургор кожи. Пациенту предлагают специальный комбинезон, который обеспечивает скольжение насадки по телу. Чтобы складки лучше захватывались вакуумом и прорабатывались роллерами, не травмируя кожу. Интенсивность работы аппарата регулируется. Важно, чтобы не было болезненных ощущений. И, как показывает практика, каждый следующий сеанс сила вакуумного воздействия обычно увеличивается. Сила вакуума регулируется. Конечно, если пациент пришел первый раз, то мы делаем среднюю мощность. И потом постепенно, постепенно мы увеличиваем. Акцент делаем на проблемных зонах. Это зона живот, бока, зона галифея, ягодицы. Кроме стандартных противопоказаний, LPG стоит избегать при варикозе второй и третьей степени. В среднем курс состоит из 10-12 процедур, которые проводятся 2-3 раза в неделю. Это Бьюти Тайм. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok